Добрый день! Сегодня хочется начать занятие, но не занятие, а нашу встречу рассказом, а вот о такой вот своеобразной куколке. Называется она беременная. Это кукла южная, белгородская. Почему я ее выставила? Потому что она довольно-таки очень редкая. И кукла обережная делается. Она беременной женщиной, у которой на протяжении нескольких лет была беда. Она не могла выносить чадо. Поэтому, когда она была беременна, делалась вот такая обережная куколка. Если мы с вами посмотрим, то мы увидим, что у нас отображено красным цветом. Грудь, которая несет все кровное, все сильное. Рожки, как и у северных куколок, мы всегда видим, это уже женщина-кормилица. Чтобы у нее было молочко. Почему нет рук? У людей возникает вопрос, почему нет рук. В Белгородской губернии считается, что руки мешают беременной женщине. То есть они как бы как молодуха открывают только крылья. А беременная женщина должна быть более спокойной. Понятно, да? Вот здесь вот в этом местечке находятся детки. Если мы захотим, то мы их достанем. Вот у меня был опыт, я в женской консультации с женщинами проводила занятия с беременными, у которых были неприятности по жизни. И они делали, вот шесть человек делали куколок. И вот мы с ними только. Правда, куколка эта делается по-настоящему из бересты. Столбик из бересты, да. И животик делается из бересты. Если мы с вами рассмотрим, то у нас здесь два малышка-галышка, так называемых. То есть вот это кто у нас в юбочке? Это девочка. Это у нас кто? Мальчик. То есть если мы с вами посмотрим, то у мальчика сделана обязательно символика пупка. И у нас, если вы поближе посмотрите, не выкручен, а сложен где-то родный орган. То есть в России это сейчас дети там нацелены непонятно на что. А мы, русские, везде как бы вот продление, длинее рода человеческого. Да? Понятно. То есть, ну вот сейчас на данный момент, вот женщины, которые шесть человек делали, уже 12 лет детям, семерым детям. То есть когда мы сидели, делали эти куклы, значит, одна сделала двоих. Она говорит, а почему я это сделаю? Я говорю, а я не знаю. То есть когда уже чадо родились, мы все это увидели и определились. Запомнили. То есть платье делалось, как всегда, более-менее, ну, такое более скромное, чтобы на беременную женщину меньше обращали внимания. Понятно, да? Спиридон солнцеворот. Ну, посмотрите, все как это самое. Раскрутите, да. Спиридон солнцеворот. Вот эта кукла, символика весны. То есть спиридон, который крутит солнце и начинается вот, это зимняя кукла, или весенняя, то есть она, он крутит земной шар, солнце поворачивается. Понятно, да? То есть вот здесь у нас с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь ниточек. Они символизируют именно рождественскую звезду. Что если мы смотрим на рождественской звезде, у нас восемь лучиков, шесть. То есть вот это символика Рождества, с чего все начинается. Делался он чаще всего из соломы или из лыка. То есть тоже вот такое вот рождественское состояние, да? Вот солома, она подкладывалась под скатерть. Понятно, да? Вот вам, предагогам, красная рубаха, рубаха нарядная. Обязательно нарядная. Красный кушак, нитка должна быть с красным цветом. То есть вот это нарядное, символизирующее солнце и одновременно символизирует всю кровь. Вот это свадебная куколка. Куколка наша, псковская. Есть такая деревня Малы под Староизборском и от Псковщины. Ее там вот мне дала бабушка, которой 91 год был. К сожалению, она уже скончалась. Мы ее отпевали прямо там в рождественском храме. Это свадебная кукла. Опять она сделана либо из соломы делалась, либо из травы, либо из лыка. Нам удобнее, чтобы она лучше хранилась. Была сделана из лыка. И косичка тоже из лыка. И ручки были обязательно связаны. Если мы с вами посмотрим, вот там тоже оформлен где-то родный орган. Обязательно. То есть мужчина должен был быть несущим плод в своей новой семье. Ну и московская красавица. Как говорится, такая типа русской девушки, купчихи в русском сарафане с лентой, с серьгами. Почему длинные руки? Вот в Сергиевом посаде я нашла ответ на это. Почему у московских красавиц бывали очень часто длинные руки? Считалось, что московские купчихи были очень ленивые. И для того, чтобы они больше трудились, поэтому в кукле изображались длинные руки. Убирает лень. То есть, понимаете, вот ходил по выставке, там посмотрел на рынке и спрашивал там, а почему у вашей куклы длинные руки? А потому что московская купчиха ля Нева, а руки длинные сделаем, и она работать начнет. То есть вот такое вот было по ней. Вот они спустя рукава. Мы все это вот, все увидели. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Эта коллекция, родилась она, конечно, и составилась не так давно. Тоже первая кукла, ну, наверное, такая основная и мощная, это вот кукла вот эта. Куклу, которую я научилась делать здесь, создавать на курсах традиционных ремесел. Кукла день-ночь или девка-баба. То, что вот она имеет такую особенность, значит, девка вот такая молодая, да, и вот когда мы вот так открываем, здесь у нас будет вот такая женщина уже в возрасте. Хорошо. И вот такая вот. Рубка сползла маленькая. Баба. Так. Вот это, пожалуй, ну, такая самая первая оставшаяся кукла. Затем куклы появились к Пасхе. Вербница, Пасха, вот такие куклы. Но вообще вот куклы появлялись в моей коллекции с тем, как работалось на уроках. У меня был очень, вот сейчас они уже девочки эти в девятом классе. Вот настолько вот такой очень, такой приятный выпуск, который с пятого класса, мы каждый раздел заканчивали какой-то куклой. Например, материаловидение, да. Мы брали вот такую куколку или мы брали куколку-колокольчик. Вот она есть в разных. Там, допустим, идет у нас кулинария. Мы заканчиваем кулинарией, мы делаем крупиничку. Ну, вот здесь крупиничка такая, горошинка большая, а мы делали, конечно, чуть их поменьше. То есть мы старались каждому разделу выполнить какую-то куклу. И у них, когда они ушли от меня в седьмом классе, целая коллекция кукол оказалась. И вот до сих пор они это вспоминают, до сих пор говорят о том, что это очень здорово. А мне приятно, что если даже кто-то один из этого выпуска потом будет своему ребенку это показывать, это тоже очень здорово. То есть не прервется вот эта ниточка, эта связь между поколениями и между традиционной культурой. Моя коллекция кукол появилась к празднику для начальной школы, которую мы, в общем-то, эту коллекцию делали как проект. Куклы, в общем-то, были сделаны к празднику. И эти куклы были именно те куклы, которые для семейного лада. Когда-то давно мама, отправляя дочку замуж в другую семью, отдавала ей целую коробушку, коробейку с разными куклами, которые, в общем-то, и должны были помочь девушке стать примерной женой, войти хорошо в семью и обустроить свое новое гнездо. И первое место занимала кукла-зольница. Вообще эта кукла, я так вычитала, что эта кукла является одной из самых древних. Золу брали из очага, немножечко смачивали водой и скатывали шарик. И этот шарик являлся вот головой. И эта кукла была главной помощницей молодой жене. Она должна была именно оберечь ее новую семью. И, как правило, кукла, это была обрядовая кукла, это была такая помощница женщине. Но в данной ситуации вот эту куклу жена обязательно расставала мужу в котомку, когда он уходил в дальнюю дорогу. На войну ли, в поход ли, на работу куда-то нанимался, далеко куда-то просто ехал. Обязательно эта куколка-зольница должна была быть сунута к нему в котомку, для того, чтобы он помнил о родном очаге, зола которого в этой вот головке. Это первое. И второе, чтобы он помнил и сохранял, в общем-то, любовь к своей семье, к своей жене, к своим детям, но и не глядел на сторону. Вот такая вот, да, вот такая вот была куколка. Она с ножками? А? С ножками? Нет, это... Она без ножек. Она практически головка и плечики. Вот. Но ручки скручены. Ручки скручены. Надо же было работать много, чтобы семью создать. Еще одна куколка, которая была тоже обязательна. Я в разных вариациях видела таких куколок, но вот эта куколка делалась специально. Причем она везлась тоже из дома. Из соломы урожая, собранного с поля отца. Вот такая вот куколка, которая называлась подметальщица. Эту куколку обязательно держали за иконами. Если в доме случался какой-то такой грех, ссора, недоумение какое-то, непонимание друг друга, поселялся такой враждебный дух в семье, когда все уходили из дома, и хозяйка оставалась одна, она брала в руки вот эту вот подметальщицу, открывала окна и двери, и из каждого уголочка символически вот так выметала все это. Все выметала. Каждый уголочек выметала весь ссор из избы. Всю злобу, все непонимание, все недовольство. Она все это выметала для того, чтобы в семье опять восстановился лад. Про куклу-травницу уже говорили. Эта куколка меня наполнила тоже душистой травкой. Куколка была, в общем-то, обережная. Это в первую очередь для сохранения здоровья в семье. Если заболевал ребенок или даже взрослый, эту куколку ставили на подушку. Дух травы очищал воздух, и, в общем-то, она так сохраняла здоровье семейное. Куколка плодородия вы тоже все знаете. Наверное, она не северо-западная. Вообще, это кукла калужская, насколько я помню. Но это для того, чтобы в семье было много детей. И не только детей. Прибыль. Прибыль. И урожай, и скот велся. Прибыль. Это уже поздняя куколка личика появилась, да? Вот эту куклу мы делали здесь. Здесь, вот без малышек. Мы ее делали здесь, на курсах. И как раз после того, как сходили в этнографический музей. И мы там увидели вот такую куколку, у которой была вот такая душегрея с басочкой, вышитый такой вот передник. И у нее было вышитое лицо. И вот из музея этнографии вот эта вот куколка. И мне захотелось ее сделать. А потом уже я посмотрела, ну что она у меня будет одинокая. Добавлю-ка я ей младенцев. Вот. Ну а теперь вот о зернушке. Эту куколку мама делала своей подрастающей доченьке, когда уже приставляла ее к плите. И говорила, она учила ее на этой куколке варить кашу. И говорила, по пояс крупички, по шейку водички, по головку кашки. Куколка делалась величиной с чугунок, высотой. И вот так вот девочку приучали к домашнему хозяйству, к труду. И легко и хорошо было запомнить. И пока каша варится, и поиграть можно. И там вот она у меня набита гречей. Ну там шапочки какие-то. Ну это шапочка уже, так сказать, мое. Сука, для помнения. Ну да, конечно. Конечно. Так, про неразвучников все сказали. И вот эта вот куколка, вот эта куколка, нет, еще вот об этой. Это тульская. Это тульская домашняя масленица. Ее делали, крутили маленькую куколку из соломы. И обязательно она могла быть не на тканом половичке, вот как у меня, с символами солнечными. Не обязательно с солярными знаками. Она могла быть отдельно. Но тогда ее обязательно делали на деревяшечке. Обязательно должна была присутствовать солома и дерево. Но ни в коем случае не осина и не ольха. Какое-то другое дерево. Вот обязательно они должны были присутствовать. Как возрождение, как животворящая сила земли. Вот это должно было присутствовать. И что мне понравилось? Для чего она делалась эта масленичка? Ну, во-первых, урожай в семью, достаток. Ну и следующее, в общем-то, такой символ гостеприимства. Ее в какой-то день масленичной недели вывешивали на окошечко. И это было знаком тому, что можно заходить на блины. Вот такая вот куколка. Ну и последняя, которую мы в результате праздника сделали. Неразлучников вы видели. Здесь они у меня на одной. В общем-то, тоже деревянная. И они могут быть вместе. Они могут быть раздельно. Делалось к свадьбе, когда семья распадалась. Если она распадалась или умирал кто-то из супругов. Ну, разводов не было, да? Умирал кто-то из супругов. Переламывалась и сжигалась. В общем, все сжигалось, да. Ну, это так я читала. Не знаю, может, где-то было и по-другому. Вот. И последняя куколка, которую мы делали в этот праздник. Дети делали все. Мы делали ее из салфетки. Мы делали из салфетки. Это куколка, которая называлась Сонница-Бессонница. Если в семье был неспокойный ребенок. Ну, женщины все знают, что это такое. Вот. И тогда мама крутила куколку. Она могла быть из соломы, из лыка, из мочала, из тряпья. Из чего угодно. Она крутила эту куколку и укладывала ее в колыбельку к ребенку вечером. И говорила, Сонница-Бессонница, приходи в куклы играть. Кто же не любит в куклы играть? Сонница-Бессонница приходила, играла в куклы. Детя в это время мирно и крепко спала. Вот такую вот Сонницу-Бессонницу мы делали. Здесь я добавила немножко кукушкины слезки, чтобы так она была поинтереснее. Но с девчонками и с мальчишками мы делали из салфетки. Хорошо получилось. У нас и родители были, поскольку праздник был для начальной школы. Помогали мне в этом пятиклассники. Они каждый рассказывал про куколку. И, в общем-то, они сделали эту Сонницу-Бессонницу каждый для себя. И все потом мне говорили, мы так стали хорошо спать, когда клали куколку с собой. Ну, в общем-то, вот и вся моя коллекция. Специально оставлена шелушка от зерна, чтобы показать, что вот это вот как раз вот мужчина-куклак, которую дети, вот она мне так сказала, она вот занимается и читает, эта вот девочка у меня. И она сказала, что, она прочитала, что девочкам делали для игры такую куклу, чтобы они могли играть в свадьбу, в семью, в дочки-матери и так далее. Что вот должны были быть не только дочки-матери, но и хозяин должен был быть. Его никак не наряжали, просто обматывали ветошью какой-то. Вот, ну вот из соломы вот у нее такая вот. И назывался он куклак. Северный, южный, не знаете, да? Не знаю. Эту куклу мне подарил мальчик. Пришел и сказал, я знаю, вы любите куколу. У меня мама перед Рождеством делала уборку и сказала, что ее надо выбросить. Что ее кто-то сделал еще до войны и подарил ей, маме. И она у нее так валялась в хозяйстве, и она говорит, что она приготовилась ее выбрасывать. А он говорит, а я понес мусор на помойку и решил, что я эту куклу вам подарю. И принес мне вот эту куклу подарил. И вот такая вот кукла осталась у меня в кабинете. Я ее детям показываю, рассказываю о ней. Ну вот это баба-начайник. Баба-начайник.